То же самое мы делаем с медиальным сосочком клиническим, но он дистальный от рецессии от центрального зуба в области второго резца бокового 22 зуба. Откладываем рецессию, глубину рецессии 22 зуба на медиальном сосочке, ставим точку. То же самое мы делаем на 21 зубе, дистализируем, ставим точку. Выполняется это, конечно, после проведения анестезии. Соответственно, я вам рекомендую прямо зондом, обратной его частью прокалывать, для того, чтобы это было показательно и вам удобнее будет по этим точкам. Потом провести разрез. Разрез стремится к центру. Вы устанавливаете скальпель. Вам видно что-нибудь? На обеих. Да, с двух сторон. И мы начинаем стремиться к центру. Посередине между зенитом рецессии или зуба и вершиной. Вот зенит Диснея и вершина сосочка. Где-то посередине между ними мы начинаем выполнять разрез от предыдущего зуба. Через точку, которую мы отметили, глубину рецессии, мы стремимся к соседнему зубу, к зениту рецессии. И таким образом делаем вот такие вот стремящиеся к лыку, к 23 зубу разрезы. Получается, мы рассекаем то же самое, мы делаем с другой стороны. И опять все будет стремиться к лыку. Получается, мы как бы наискосок рассекаем этот сосочек. Это не полнослойный разрез. Запомните, пожалуйста, что он не полнослойный у вас. Полнослойный разрез будет только в области маргинальной Диснея по периметру рецессии. В области сосочков разрезы не полнослойные. Они будут потом стремиться к расщеплению. Но, естественно, что мы не можем рассечь сосочки. Дальше мы начинаем препарировать слизистый анкастичный лоскут. Каким образом? Межзубное, межкорневое пространство мы стремимся расщепить. А в области зенита рецессии, вот эти вот опекальные части, они должны сохраняться полнослойно. Это все тот же принцип, как и при корональном смещении. Выполнить технически при хорошем, нормальном биотипе, толстом, это не сложно. Сложно выполнить технологически это при тонком биотипе, когда у вас очень-очень тонкая слизистая. Я покажу сегодня просто клинический пример, когда это фактически невозможно. Но нам, конечно, нужно оставлять вот эти вот пространства, расщепленные на принимающем ложе, потому что мы сюда будем фиксировать пластический материал какой-либо, который требует питания. И таким образом при перемещении ротации вниз мы расщепили. Расщепили все по мукогенгивальной границе вот здесь. Здесь у нас тоже расщепленный лоск. Смотрите, вот точка, которую мы отложили. Глубина рецессии от вершины до основания сосочка. И через нее мы ведем разрез. Разрез через сосочек неполнослойный. Мы не на всю толщину прорезаем сосочек, а только на ту часть, на которую мы могли расслоить этот сосочек, расщепить в последующем. А как вот это контролировать? Мануально, потому что объем десны в области сосочка у всех индивидуальный пациентов. И никакого математического измерения здесь не может быть. Просто до надкостницы не надо. Так там нет никакой надкостницы, кости, там сосочек у вас. Он просто среди соединительной ткани состоит. Вот разрез идет как. А, все, понятно. Все, да? Просто в области сосочков он неполнослойный. А здесь вы препарируете по периметру рецессии, пока полнослойный, а потом начинаете расщеплять вот эти поверхности между зубами, а в области рецессии, поверхности корня, вот здесь вы формируете полнослойный лоскут. Тупо только вот здесь, где у вас полнослойный, иначе вы не расщепитесь нигде. И потом доходите до мокринговальной границы, начинаете мобилизацию. Как только вы мобилизировали лоскут, и он у вас уже неподвижно при любом движении лежит спокойно на зубах, вы проверили, что он не двигается. Вы начинаете деэпитализацию анатомических сосочков скальпелем, так же, как я вам и показывала до этого на клинических примерах. Обрабатываете поверхность всех корней таким же образом, по тому же протоколу Келлера, ДТА, Кюрета, Бор. И начинаете либо фиксацию свободного десневого трансплантата или твердомозговой оболочки, если у вас двуслойная методика, и после этого фиксируете слизственно-кастичный лоскут. Поскольку никаких вертикальных разрезов у вас здесь нет, вы начинаете с двойного обвивного шва, фиксацию. Значит, рекомендовано начинать с фиксацию слизственно-кастичного лоскута с центрального зуба оперируемых рецессий, то есть с клыка. В данном случае мы совмещаем друг с другом хирургические с анатомическими сосочками, прижимаем их раневыми поверхностями друг к другу и начинаем накладывать двойной обвивной шов, фиксируя слизственно-кастичный лоскут в области 23-го зуба, как у нас сначала, а потом вы начинаете уже... Я обычно поступаю так, я беру на один зуб медиальный, потом на один зуб дистальный. И таким образом вот эта ротация, она расправляется, и он правильно ложится. Ну, в принципе, если вы правильно померили глубину рецессии, отложили их, он ложится и так правильно. Ну, это такая какая-то рекомендация, кстати, профессор Азукелия начинает всегда ушивать именно с центрального зуба, потому что он правильно тогда будет ротирован. То есть, если мы начнем ушивать, например, как медиального до конца рецессии или с дистального, то может произойти перемещение ротации в какой-то момент, потому что слизь-то все-таки растяжима, она где-то перерастянется или, наоборот, произойдет усадка во время операционной, которая происходит во время операции и может куда-то его перекосить. Получается, в одном засочке будет два, если бы, допустим, мы зафиксировали клык... Угу, хороший вопрос. Смотрите, вот здесь вы зафиксировали клык, у вас получается вот здесь вот узелочек, а здесь петелька, которую мы зафиксировали. Следующий вы берете, вот здесь у вас будет узелочек, а вот здесь петелька. Перенестите дальше, не видно. И то же самое вот здесь. Получается, обливаем через зуб. Ну да, а вот здесь петелька. Они просто дистиллизируются от центрального зуба. Если вы увидите, что вашей фиксации недостаточно, то всегда можно наложить еще какие-то направляющие, еще дополнительные, просто межзубные узловые швы фиксирующие. Когда вы делали вертикальные разрезы, да, на одиночный, у вас наверху... Угу, все правильно, мы фиксировали, да. А вот в этом случае? А в этом случае рекомендуется, знаете, что накладывать выше мукогенгивальной границы один крестообразный шов. Мы просто немножко предварили рассказ. Особенно это актуально для нижней челюсти. Но для верхней, если вы чувствуете, что все-таки есть какая-то мобильность, после того, как вы уже наложили все швы межзубные, посмотрели, отодвинули щелку так интенсивно, и увидели, что у вас есть какая-то микроподвижность, тогда рекомендуется наложить выше мукогенгивальной границы на слизистую один крестообразный шов, который будет выполнять такое, как ограничение вот этих тяжей временное, да, от воздействия на слизистно-кастичный лоскут. Я тебе покажу. Вот так он делается вкол-вкол, и вот таким вот образом он такой тоненький получается. А его мы также через 2 недели убираем или раньше? Через 2. Ну, я как-то все швы сниму. Ну, честно, я не приглашаю пациентов раньше, чем через 2 недели на осмотр. Я считаю, что там нечего смотреть. Если у них, конечно, что-то там такое сверхъестественное происходит, они сами звонят, приходят, но в общем и целом смотреть там нечего. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и нестоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в дне нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна водача информация, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, но высшим уровень. Продолжение следует...